Спасибо, Павел Юрьевич. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем наш цикл вебинаров, посвященный вопросам, связанным с библиографией, с библиографическими описаниями, и сегодня мы поговорим о ссылках. Но прежде чем мы перейдем уже непосредственно к теме самого вебинара, давайте проверим качество связи, как всегда. Плюсик, хорошо ли видно, слышно. Видно, я имею ввиду презентацию, меня не обязательно. И хорошо ли слышно, самое главное, потому что сегодня с утра выяснилось, что микрофон немножко приболел, видимо осенняя погода сказалась. Если будет немножко тихо, стоит на максимуме, поэтому просто увеличивайте громкость у себя. Я уже могу только чуть-чуть погромче пытаться говорить. И, коллеги, по поводу презентации, посмотрите, пожалуйста, в папке ресурсы. Презентацию забрать можно, она выложена. Посмотрите, попробуйте забрать, все ли там нормально, забирается ли. Если какие-то проблемы со скачиванием случатся, то тогда в конце вебинара мы с этим вопросом с вами разберемся. Не волнуйтесь, без презентации не останется никто. Итак, после этой торжественного зачина переходим уже непосредственно к теме. И сегодня мы с вами поговорим о ссылках. Мы уже говорили о ГОСТах, было у нас несколько вебинаров, посвященных вопросам. А, все, Алексей Сергеевич, спасибо большое. Спасибо большое, все нормально, все выгружается, презентацию можно забирать. И вот пришло время нам обратиться к вопросу оформления ссылок. Ну, в принципе, мне хотелось остановиться на первых трех, а четвертый у нас идет таким бонусом. Варианты оформления ссылок для публикации индексируемых в журналах Скопус. В презентации этот материал есть, поэтому останется время до бонуса, мы по нему пройдемся, не останется. Это бонусный вариант у вас. У вас в презентациях есть, его можно скачать и этим материалом пользоваться. И про ссылки. Про ссылки. Ну, объектом для составления библиографических ссылок являются вообще все виды опубликованных и не опубликованных работ, размещенные на любых носителях. Ну, так вспомним немножко, о чем мы будем говорить-то вообще. В том числе и на электронные ресурсы мы ссылки тоже даем. Ну, как на документы в целом, так и на составные части документов. Главы из книг, статьи в сборниках, периодических изданиях на цитаты. Все это объект для ссылок. И говорим ли мы об оформлении ссылок для публикации в русскоязычных изданиях или зарубежных изданиях, или о ссылках в студенческих работах, дитератационных, магистрских исследованиях. Есть несколько моментов, важных моментов, о которых стоит помнить. Что важно нам для ссылок, о чем не стоит забывать. Ну, во-первых, ссылки даются на все виды заимствований. Соблюдение это, это вот как раз наше соблюдение авторского права. И, кстати, ваша же подстраховка при определении процента оригинальности текста. Не всегда срабатывает, сразу скажу, со статьями, но со студенческими работами, да. То есть при определении процента оригинальности текста, вообще-то, проверка должна проходить в два этапа. Первый – это автоматический, когда антиплагиат или та система, которая установлена, выдает для проверки оригинальности, выдает результат, а потом начинается уже ручная сверка, и снимаются галочки с тех источников, с которых можно это снять. Но если мы говорим о проверке статей на процент оригинальности, вот эта вторая часть, она чаще всего отсутствует, поэтому приходится опираться на первую. Да, и здесь приходится даже при правильно расставленных ссылках иногда менять сам текст, писать другими словами, менять расположение, да, вносить значительные коррективы для того, чтобы автоматическая вот эта проверка антиплагиатом, она прошла успешно, и процент был выше. Но это немножко не наша тема, но для студенческих, для магистрских работ, это вполне актуальный вопрос, и процент оригинальности за счет использования, неправильного использования ссылок вполне и очень даже можно повышать. На каждый источник из списка литературы или при статейной библиографии в тексте работы обязательно должна быть ссылка, хотя бы один раз, хотя бы в составе комплексной, но каждый источник, указанный в списке, должен прозвучать в нашем тексте. Каждому источнику, указанному в списке, обязательно у нас должна быть ссылка. Вот это тоже нам такая проверка хорошая, все ли мы учли, на это тоже обращается внимание. Знак точка тире в библиографических описаниях, она заменяется, как правило, на точку, и хотя в гости это не приведено как рекомендация, да, рекомендательное такое пожелание, можно заменять, ну, чаще всего так происходит, чаще всего оно изменяется. И сокращение слов и словосочетаний для всех элементов, кроме основного заглавия документа, допускается по ГОСТу. Про ГОСТ сокращение мы говорили в одном из первых вебинаров. Когда говорили о ГОСТах, вот ориентируемся на него. И вместо общего объема документов, количества страниц, там в книге, например, как правило, указывается сведение о местоположении объекта ссылки, то есть указывается номер конкретной страницы, откуда было взято это заимствование. И важный момент, фамилии авторов, указанные перед заглавием, заголовки, в сведениях об ответственности в ссылках не повторяются. Но в описании, да. Если в описании мы за косой чертой еще раз пишем автора, сейчас, по-моему, этого правила у нас уже по ГОСТу 2018 нет, допускается этого не делать. Но в ссылках мы этого не делаем. То есть пишем авторов один раз. И на всем протяжении одной работы используется один тип ссылок. Не должно быть нарушения принципа вот этого единообразия. То есть где-то подстрочное, где-то мы скопировали за текстовыми, так они и остались. Вот этого быть не должно. К сожалению, в студенческих работах это прослеживается сплошь и рядом. На это тоже стоит обращать внимание. Это важный момент. По видам заимствований, видам цитирования. Может быть, прямое, точное или косвенное, свободное. На косвенное цитирование почему-то не всегда считается нужным авторами давать ссылку. Особенно грешат этим студенты. Ну, я же своими словами излагаю мысли. Ну, в корне это неверно. От того, что мы своими словами изложили мысли Выгодского, мысли Выгодского нашей не стало. Поэтому ссылки на косвенное цитирование тоже в обязательном порядке даются. Особенно если вы в тексте ссылаетесь на какого-то, на автора этого высказывания. Да даже если и не ссылаетесь, это не повышение оригинальности текста. Это присвоение. Ссылки обязательно ставим. И по классификации ссылок. По месторасположению в документе. У нас есть три вида ссылок. Это подстрочная, внутритекстовая и затекстовая. Чаще всего используется подстрочная и затекстовая ссылки, хотя внутритекстовая тоже иногда встречается. Подстрочная – это то, что внизу текста под чертой и оформляется с ноской. Внутритекстовая размещается в тексте самого документа. Ссылка может быть чаще всего в конце цитируемого предложения какого-то, либо в середине тоже может быть. Допускается в середине предложения вставлять внутритекстовую ссылку. Текст ссылки заключается в круглые скобки и дается библиографическое описание самого источника. Но опять же по правилам оформления ссылок, а не по ГОСТу 2003 или 2018. По ГОСТу 2008. И ссылка оформляется тем же шерифтом, каким набран весь текст. Это что касается внутритекстовая. Затекстовые очень часто у нас встречаются, особенно у тех, кто связан с публикационной активностью. Пишем статьи, вот там чаще всего используются затекстовые ссылки, поэтому на них немножко чуть подробнее остановимся. Ссылка выносится за текст документа. Сама текст ссылки, это называется выноска. А в самом тексте дается отсылка к этому, к этой ссылке. И здесь важно для затекстовых ссылок, сегодня мы на них чуть поподробнее остановимся. Для затекстовых ссылок само по себе название такое, потому что они вынесены за текст документа или его часть, но от этого ссылками быть не перестают. В затекстовой библиографической ссылке повторяются все имеющиеся в тексте документа сведения, библиографические сведения об этом документе. И данный вид ссылок рекомендуется при большом числе ссылок, при многократных повторениях цитирования из одного и того же документа. И именно поэтому его очень часто в периодических изданиях, когда статьи готовишь, именно этот вид ссылок и просят указывать. Вынесенная часть документа, вынесенная часть ссылки называется выноска. И для связи с документом используется порядковый номер. В тексте документа у нас остается отсылка, а для связи используется порядковый номер, под которым этот документ идет в списке за текстом, в списке ссылок. Но вот это все, это и есть затекстовая ссылка, она как бы разделена на две части. Очень часто путают и говорят, что вот это ссылка, а вот это, это список источников. Нет, в этом случае, если используются затекстовые ссылки, то список источников, он существует отдельно, и оформляется уже по ГОС-2018. Это совершенно отдельная составная часть документа. И в ГОСТе об этом, если посмотрите ГОС-2008, про это сказано. Там есть прямо вот указание, когда в разделе про затекстовые ссылки, что вот список, списком источников вот это не является. В статьях очень часто мы ограничиваемся, только вот этой зеленой частью списка, дополнительный список источников от нас не требуется делать. Ну, потому что, как отдельный справочный библиографический аппарат, как отдельный библиографический указатель к статье, он там не нужен. Поэтому, хоть и называют это список источников, и есть список использованной литературы, на самом деле это список, это вот выноска, выноска затекстовые ссылки. Это касается вот в основном только публикаций, которые мы оформляем для периодических изданий, либо сборников. Просто имейте это в виду, как бы они это ни назвали, но оформляется вот этот список по вот этим правилам, по зеленым правилам оформления ссылок. Но это не список источников в чистом виде. Ну, это такая терминологическая немножко неувязка, которая существует, но самое главное понимать, что мы делаем. Про Людмилу Васильевну вопрос. Два автора выносятся. Да, сейчас скажу. Выноски надо указывать в место издания. Они как привычные. Так, про место издания, коллеги, указываем полностью все города, включая Москву, Санкт-Петербург, по новым требованиям. ГОСТ сейчас пойдет очень много нестыковок ГОСТа 2008 и 2018, в котором было принято очень много изменений, и мы это увидим. А восьмой пока еще остался без изменений, его пока еще не трогали, поэтому вот некоторые моменты таких нестыковок при оформлении ссылок и библиографических описаний с ними можно будет столкнуться. Я думаю, что решение, вот этот, ну не сказать конфликт, а столкновение, оно все-таки приведет к каким-то изменениям и в ГОСТе 2008. Но пока, пока еще ничего не принято, поэтому оформляя ссылки, используем так, как написано в ГОСТе 2008. И по структуре затекстовые ссылки. Что ж, несколько, несколько моментов. Кстати, вот кто-то у нас спрашивал, Людмила Васильевна, да, вот про ваш ответ, ответ на ваш вопрос. Значит, совокупность затекстовых ссылок оформляется как перечень библиографических записей, помещается после текста документа или после его составной части, глава, раздел, либо конец статьи, если мы говорим о сборнике или журнале. И при этом совокупность затекстовых ссылок, еще раз напоминаю, не является библиографическим списком или указателем. По оформлению. Если документ создан одним, двумя или тремя авторами, то в заголовке приводятся все авторы. Да, и основной заглавие потом идет. Если документ создан четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, мы даем ссылку, то приводится основное заглавие. Тогда описание идет под заглавием. И только в этом случае авторы у нас выносятся за косую черту. Они не повторяются, они указываются, есть ли их больше за косой чертой, есть ли их больше четырех, либо идет вот описание источника под заглавием. Один, два, три автора в заголовок выносится. Заголовок – это фамилия наших авторов, вот это называется заголовком, да, а вот это название – это уже пошло основное заглавие. Ирина Геннадьевна, кого его называть? Где-то я пробежала, уже ускакала чуть дальше, про вопрос, список. Так, как рекомендуется в методических указаниях, да, к оформлению работы или методические указания к оформлению статей. Сами написано список литературы, значит пишем список литературы. Написан список использованной литературы, значит пишем список использованной литературы. За текстовые ссылки они чаще всего используются, требуются с нас при оформлении публикации в периодические либо сборники, и к ним прилагаются требования конкретного издания, поэтому как указано там, так и указывано. Здесь попроще. Структура здесь простая. Если ссылка идет затекстовая, в тексте ставим в квадратных скобках указание номера источника, и в самом списке затекстовых ссылок мы даем описание этого источника. Если у нас идет повторное указание, то ссылка идет повторная, то можно сокращать, оставлять авторов заглавие, сокращать, убирать место издания и издательства, год оставляем и указываем с какой страницы это взято. Заменяем вот этими тремя точками, многоточием. Также длинные заглавия тоже можно сокращать. При повторных ссылках, только при повторных ссылках. Если мы приводим ссылку на конкретный фрагмент в тексте самого документа, тогда в отсылке в квадратных скобках еще указываем не только порядковый номер, но и страницы, на которых помещен объект ссылки. То есть если мы просто упоминаем, что кто-то сказал в своей работе и дальше косвенным заимствованием своими словами пересказываем какую-то основную мысль, тогда мы можем ограничиться только указанием порядкового номера источника в списке. В квадратных скобочках с 5. Вот в этой работе он говорил о какой-то мысли, которую мы сформулировали в нашей работе. Но если мы указываем на конкретный фрагмент в тексте, особенно при прямом цитировании, то тогда обязательно указываем и страницу в самом документе, с которой мы это заимствование взяли. Если цитаты из одного источника и ссылки находятся на одной странице научной работы нашей, тогда в оформлении за текстовой ссылки можно указать полный объем источника. Если приводятся цитаты из одного источника, но они размещены не по порядку и на разных страницах научной работы, тогда уже указываем конкретные страницы местонахождения цитат и в повторной ссылке можем давать сокращенное описание источника. Вот так мы можем указывать, если мы, например, один раз процитировали работу, сослались на какую-то работу в нашем списке ссылок, в списке источников, и больше он у нас может быть нигде и не появляется. Тогда можно оставлять так. Но если мы на него же будем ссылаться еще раз, то тогда важно указывать и здесь, и здесь, с какой страницы это взято. Хотя чаще всего совмещаются вот эти два варианта. Это наиболее такой простой вариант. Один раз указать в списке источников. Да, вот правильно сказали, в разных журналах разные требования. И иногда требования, и чаще всего мы сталкиваемся с таким требованием, касаемо именно затекстовых ссылок, указывать ссылку один раз в списке, а дальше на этот порядковый номер по всей работе мы даем отсылки в тексте. Отсылки из текста даем на этот порядковый номер. Потому что два варианта предусмотрены в ГОСТе. Каждый раз, когда появляется ссылка, мы ее прописываем в список источников, но тогда у нас список разрастется до неимоверных размеров. Поэтому мы его в списке указываем только один раз, и каждый раз на него мы даем отсылки из нашего текста, когда мы этот источник цитируем. И вот тогда мы уже вот здесь указываем не только номер источника, но и конкретные страницы, откуда взято. А вот здесь в списке можно оставить физический объем. Для физического характеристику объем документа количество страниц в самом документе. И вот это у нас уже не будет, они не будут повторяться. Список затекстовых ссылок может у нас быть в двух форматах. Либо, опять же, это будет указано в требованиях, либо по алфавиту, алфавитная группировка, либо по мере, что очень часто в периодических особенных изданиях встречается, по мере появления в тексте. Тогда у нас алфавита авторов или заглавий не будет, они будут идти по номерам в том порядке, как они появляются в тексте работы. Вот это тоже частый случай, который встречается и связан с затекстовыми ссылками. Это то, что касается затекстовых. Так, Сергей Леонидович. В разных журналах разные требования. Где-то просят фамилии выделять курсивом, где-то наоборот курсивом постраничный или в конце текста. Значит, смотрите, разные требования зависят от того, а это, скорее всего, связано с журналами, которые индексируются, например, в скопус, либо стремятся туда попасть. И они уже подстраиваются под... В ВАГовских журналах часто такое встречается. Они подстраиваются под те требования, которые предъявляются базами цитирования к этим журналам. Готовятся заранее. Где выделять курсивом и что выделять курсивом, это связано с тем, какой стиль используется. Чаще всего гарвардский стиль, да, его там или МЛА, там, да, там выделяются то ли авторы курсивом, то ли название курсивом. И для этого надо смотреть требования самого издания. И в вот этой бонусной части про скопус там это есть. Так что, Сергей Леонидович, презентацию потом в конце посмотрите. Это зависит от требований издания и от того стиля, которому они следуют. Естественно, это будет предъявляться и к референсис, и к русскоязычной части. По... Где в круглых скобках, где в квадратных. Круглые скобки это для внутри текстовых ссылок, а квадратные скобки это для затекстовых ссылок. В квадратные скобки ставится... Если видим квадратные скобки, это уже затекстовая ссылка. Значит, внутри у нас будет вот... Есть отсылка и выноски, и уже полное описание документа. Хороший вопрос, Анна Васильевна. Почему С-15, а не С-15? Почему вот эта вот большая С, которая должна быть, здесь превращается в маленькую? А посмотрите в самом госте. Как оформляются отсылки? В затекстовых большая С используется в описании. То есть, когда мы приводим ссылку на конкретную страницу в самом списке тех же затекстовых ссылок, и ссылаемся на конкретную страницу, мы будем указывать С большое. А когда мы оформляем выноску, в выноске используется С маленькая. Не в выноске, а в отсылке. В отсылке идет С маленькая. Ну вот так вот составители ГОСТа решили над нами поиздеваться. С маленькая. Поэтому, да, поэтому вот на это тоже обращайте внимание. Если у нас в выноске мы указываем конкретную страницу, где размещена эта ссылка, тогда ставим С большое по правилам библиографического описания. А в отсылке идет С маленькая. Какие еще, да, ну вот по месту расположения документа наши ссылки, вот примеры, они здесь приведены, как это оформляется. Вот они, в круглых скобках был вопрос, это как раз внутритекстовая ссылка. В затекстовой, в отсылке мы оформляем номер источника, запятая, пробел, С. И вот здесь для внимательных слушателей и зрителей, да, чего не хватает, не хватает пробела. С маленькая, точка, номер страницы, квадратная скобка закрывается и в конце ставится точка. Точка ставится после затекстовой отсылки. По повторяемости ссылки могут быть первичные и повторные, но вторичные не очень хорошее слово. В первичные библиографические сведения приводятся впервые в данном документе и приводятся полностью. А повторные, это уже ранее указанные библиографические сведения, повторяются, но в сокращенной форме. Соответственно, по полноте описания у нас два вида ссылок, может быть, это полная и краткая. Краткая чаще всего используется, или сокращенная используется, когда нам необходимо отыскать только сам объект ссылки и предназначена только для поиска документа, а полная еще для его идентификации и для более точной идентификации. Поэтому данная ссылка, повторная или сокращенная, составляется на основе принципа такого лаконизма. И в соответствии с требованиями ГОС-2008, то есть часть сведений отсюда будет уходить. И краткие ссылки, это, как правило, повторные ссылки, которые встречаются второй, третий раз в нашем документе. И чаще всего это используется для подстрочных ссылок, для затекстовых. Здесь описание приводим только один раз, в этом плане оно попроще. По количеству объектов это могут быть одинарные, либо комплексные ссылки используются. Но одинарная, понятно, только на один документ, а комплексная – это описание группы документов. Это комплексная ссылка, это библиографическая ссылка, скорее даже совокупность библиографических ссылок, входящих в состав вот этой комплексной ссылки. Отделяются друг от друга они знаком точка запятая, и между до и после знака ставится пробел. Чаще всего располагаются они в алфавитном порядке, либо в хронологическом, по-разному, либо в том порядке, как они перечислены в документе. То есть группировка может быть различной. Здесь нужно смотреть, есть ли в требованиях указания на оформление комплексных ссылок, если нет, то исходить из логики текста. Чаще всего комплексные ссылки используются в аналитическом обзоре, либо когда мы описываем степень разработанности той или иной тематики в обведении к нашим работам, когда мы перечисляем, кто над какой проблемой работал и пошел целый пул авторов. Авторов можно перечислять в тексте и нужно перечислять в тексте, а вот давать ссылку на каждого из них – это у нас страницы может не хватить. Поэтому чаще всего используется вот здесь комплексная ссылка. Мы один раз даем сноску и в подстрочнике пишем вот так, как приведено в примере. Через точку запятой всех авторов названия работы, город, издательства и количество страниц. Каждая ссылка внутри комплексная оформляется по общим правилам. И если в списке подряд идут несколько ссылок одного и того же автора, вот как в нашем примере, первый источник и второй авторы, они же, их можно не повторять, тогда заменяют повторяющиеся фамилии, имя, отчество, заменяют словами его же, ее же, их же. И для затекстовых ссылок тоже правила действуют и для комплексных ссылок. Если мы затекстовые тоже делаем комплексными, это же самое правило и действует. Есть еще один вариант, как оформлять затекстовую комплексную ссылку с идентичными заголовками. В этом случае после заголовка, давайте ее даже и посмотрим. Вот комплексная затекстовая ссылка. Ну, сюда, конечно, номер еще надо поставить. Его же заменяем. Вот таким образом можно делать. Но есть еще один вариант, как оформлять затекстовую комплексную ссылку с идентичными заголовками. Если у нас автор один, мы вот это вот, повторяющиеся его же, его же, его же, его же, можем сделать вот так. Номер за эти комплексные ссылки, автор, а дальше ставятся двои тучи. И используя нумерацию, мы перечисляем вот те источники, на которые ссылаемся, чтобы не писать вот это бесконечное его же. Ну, вот это вот еще один из способов, как оформить затекстовую комплексную ссылку. По месту расположения. Могут быть, мы уже говорили, подстрочные, внутри текстовые и затекстовые. Про затекстовые мы сегодня уже много разобрали. Ну, перейдем к часто встречающимся в студенческих, особенно работах, подстрочных ссылок. Подстрочная ссылка вынесена из текста вниз полосы документов сноску. И в тексте после цитаты или названия источника ставится порядковый номер ссылки и сноски. Текст ссылки, библиографическое описание самого источника размещается внизу страницы. И для связи используется вот этот знак сноски. Как правило, сноска оформляется меньшим текстом, чем текст документа. И чем сам текст научной нашей работы. По умолчанию в текстовом редакторе Word такая сноска ставится автоматически десятым шерифтом. Но здесь обращайте внимание на методические рекомендации и требования к шерифтам именно сносок. Потому что иногда просят, работа пишется 14-м шерифтом и просят выставлять сноски 12-м. Здесь со шерифтами могут быть изменения. Ссылка сноска размещается на той же странице, что и текст с номером сноски. И разбиваться на разной странице он не должен. Спасибо автоматическим возможностям редактора Word, который нам позволяет за этим автоматически следить, а не ручками. Если документ создан одним, двумя, тремя авторами, то то же самое правило. В заголовок выносятся все авторы и основное заглавие или название документа. Если 4 и более авторов, то на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие. А первого автора указывают за косой чертой в сведениях об ответственности. И возможно применять то же самое правило. Указывать первого автора и в квадратных скобочках и дыре. Про это мы уже много раз говорили. Но еще раз не лишний будет напомнить. Вот здесь опять же будут столкновения с ГОСТом 2018. Потому что здесь осталось правило трех авторов, а в ГОСТе 2018 уже правило четырех авторов. Но раз мы говорим о ссылках и для нас пока основным документом является ГОСТ 2008, будем следовать тем правилам, которые указаны здесь. Здесь пока никаких изменений не произошло. То есть три автора выносим, пишем в заголовок. Если больше трех, всех за косую черту. По повторным, да, ну и разные варианты оформления страниц. Либо мы можем указывать полный объем документа, если мы ссылаемся на него. Либо конкретную страницу, с которой взято заимствование. Вот это чаще всего используется при прямом цитировании. И указывать страницы, размеченные публикации в журнале или в сборнике статей. Ну это вот близко к первому варианту. Где расположены? Вот три варианта, как мы это можем указывать. Ссылка там, ну здесь на учебник, значит на какую-то главу, либо на какой-то кусок текста, который мы приводим. Для прямого цитирования чаще всего используется вот этот вариант. А вот этот вариант, ну понятно, здесь две страницы текста. Вряд ли нам кто позволит в нашей научной работе прямым цитированием указывать две страницы чужого текста. Все-таки размер цитат, он тоже нет такого единого правила, но слишком большим он быть не должен. Понятно, что мы просто ссылаемся в тексте на вот ту мысль, которая была высказана на этих страницах. Скорее всего, вот первый и второй вариант, это связано с косвенным заимствованием. И вот вам про наших авторов вопрос, который сегодня прям с утра мучает, да не первый раз он у нас уже возникает, кого где как указывать. Один, три автора указываются в ссылке, в подстрочной той же самой, а четыре и более автора вот выносятся за косую черту, в сведения об ответственности. Первый автор и можно заменять вот этими квадратными скобками и дыре. И да вот, место издания, издательство, год издания и количество страниц, они здесь остаются. Про повторные ссылки, первичная и повторная, в подстрочных, чем они отличаются? Ну вот, смотрите, набором элементов. Повторную ссылку на один и тот же документ или группу документов, или его часть, приводят в сокращенной форме, но при условии, что не все необходимые для идентификации этого документа и поиска библиографические сведения уже были даны в первичной ссылке. Опускаемые слова обозначают многоточием и с интервалом до-после-многоточием. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для всего документа. То есть, если мы в одной повторной ссылке вот так вот сделали, да, вот мы что здесь опустили? Место. Да, и оставили только ссылку на конкретную страницу, что вот из этого источника, описание на который было уже дано ранее, вот с этой страницы мы взяли какой-то кусочек текста. Ну, вот опять для проверки на внимательность 162, здесь 176. Ну, вот так. Если мы вот этот принцип сокращения начали использовать, то по всему документу, ко всем ссылкам мы его используем. То есть, мы везде будем указывать заголовок авторов, название и страница этого источника. Значит, в повторных ссылках на многочастный документ приводят заголовок. При наличии одного, двух или трех авторов, тоже часто встречающийся сейчас случай, многочастный документ – это вот том, книга, выпуск и так далее. Да, многотомный у нас вот здесь издание, еще тома и там еще книги. То в повторных ссылках остается заголовок 1-3 автора, заглавие. Если нет автора или больше четырех, у нас остается вот так. Обозначение и номер тома, книги, части остается, и номер страницы. Да, откуда это взято? Вот это вариант записи сокращенной, повторной ссылки в сокращенном варианте на многочастный документ. На законодательные и нормативные акты. Что у нас остается здесь? Для нормативных актов приводят обозначение документа, его номер обязательно, туда же включается дата утверждения и страницы или страницы. Для нормативных актов, для законодательных актов, сведения об источнике публикации, дата, номер, статья или страница, откуда это взято. Вот для нормативных актов вариант описания сокращенной повторной ссылки и для повторной ссылки на законодательные акты. Один раз написали, а потом мы уже используем вот эту схему. И сокращение там же, те же, того же. В подстрочных ссылках, когда используется, можно ли заменять, так же, как мы делали в заголовке, в затекстовых, помните, те же, там же, их же, его же, здесь по отношению к заглавию. Это можно использовать в подстрочных. При последовательном расположении первичной и повторной ссылки, текст повторной ссылки вообще можно сократить до минимума, заменив словами там же. Но, если эта ссылка идет на тот же кусочек взаимствования, который находится на той же странице в документе, что и предыдущая ссылка, первая ссылка, если это другая страница, то к словам там же еще нужно добавить номер страницы, откуда мы это взяли. То есть, если мы первичную ссылку дали на страницу 53, и потом мы ссылаемся на ту же страницу 53, но другую цитату мы взяли, можно ограничиться вот тем же, там же. Но если эта ссылка была из того же источника, но со страницы 68, вот этот номер страницы мы сюда уже добавляем. Если мы даем повторную ссылку на другую часть выпуска или ту, то вот здесь мы их должны будем указать. Какой том, что это не второй, а третий, что эта часть не четвертая, а восьмая и так далее. И также сослаться на страницу. Но это все равно короче, чем писать заново автора заглавия. В повторных ссылках, которые содержат запись на один и тот же документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами указ Сочи, указанное сочинением. Или цитируемое сочинение, цит, сочь. И то, и другое можно использовать. Но если никаких в требованиях указаний на этот счет нет, вы можете выбирать один способ сами, и то, и другое ГОСТом разрешается, но только не забывайте, что выбранный способ у вас пойдет ко всему документу. Так, Павел Юрьевич, да, да, в гипертекстовых, спасибо за дополнение, там же я, честно говоря, тоже не очень долюбливаю, видимо, потому что в гипертекстовых документах, да, там, где нет последовательности текста, абсолютно соглашусь, спасибо, что напомнили, Павел Юрьевич, вот эта ссылка там же работать не будет. Точку... Да, да, ставим, Вера Валерьевна, конечно, ставим. Если... Так, да, и... Да, если у нас, вот они идут подряд, последовательные ссылки, да, то тогда можно использовать там же. Если у нас это через несколько страниц мы ссылаемся на тот же самый источник, то, конечно, мы указываем автора и вот это вот указанное сочинение, либо цитируемое сочинение. Ну и вариант для латиницы, он здесь тоже у нас приведен, как можно слабо. Для аналитических ссылок, да, подстрочная ссылка на часть источника, указываем страницу или страницы, которым мы ссылаемся в тексте. Ну вот здесь мы в тексте самой работы сослались на автора, дальше у нас идет косвенное цитирование, мы своими словами излагаем какой-то текст, рассмотренный вот в этой статье, то есть мы не приводим прямого цитирования, мы ссылаемся на эту статью, и вот ссылка тогда на журнал, на вот часть источника, она приводится вот в таком виде, в виде сноски. Обязательно тоже даем. Для аналитических записей, когда описывается часть документа, статья в журнале, глава в книге, и если в тексте есть библиографические сведения о составной части документов, подстрочные ссылки допускаются указывать и полное описание, и только сведения об идентифицирующем документе. То есть сам источник, где находится глава или эта статья. Если в тексте документа нашего научной работы указаны названия статьи и фамилия автора, то в ссылке допускается это опускать. Могут оставаться только сведения об источнике и месте, где размещается эта статья. Если вот здесь мы бы написали, что в своей статье вот этой автор рассматривает вопросы такие-то, такие-то, то в подстрочную ссылку у нас могло уйти только вот эта часть. Вот эту часть можно было бы опустить. Мы эти сведения уже привели в самом тексте. Вот это такой нюанс, который в ссылках присутствует, но о котором мы не всегда помним, мы не всегда учитываем, да, можно сократить себе работу. Но не всегда, к сожалению, научные руководители об этом знают, и поэтому студентов заставляют еще раз писать автора названия. Хотя этого, в принципе, можно и не делать. Ну вот, вот так тогда будет выглядеть наша подстрочная ссылка. Это ГОСТом разрешено. Это допустимо, но, опять же, принцип единообразия. Если мы вот этот прием применили один раз в тексте, то во всех остальных случаях мы точно так же оформляем подстрочные ссылки, если авторы названия у нас в тексте приведены. И на электронные ресурсы. Если в тексте нет библиографических сведений об электронном ресурсе, то полное описание ресурса можно указывать. Для записи на электронные ресурсы допускается указывать только электронный адрес в подстрочной ссылке. с URL, естественно, конечно же. Но только в том случае, если в тексте есть библиографические сведения, которые позволяют идентифицировать этот электронный ресурс. И только тогда мы можем указать здесь только номер и дату обращения. Вот это пойдет в подстрочную ссылку. Да, Эльвира Алиевна, к сожалению, дату обращения не все указывают, хотя надо бы. Да, вот это надо. А в случае, когда у нас полные сведения об электронном ресурсе приведены в тексте самой работы, то действует вот это же самое правило. Мы точно так же можем указать только URL в подстрочную ссылку, в подстрочник. Но только если у нас все данные, позволяющие идентифицировать этот электронный источник, есть в самом тексте работы. Вот это хороший вещник, про который тоже забывают. Вторую часть запоминают, что можно указывать только электронный адрес и все. Но, к сожалению, это не так есть маленькое условие. Расскажи об этом в тексте и вот об этом расскажи в тексте, и тогда можешь привести в ссылки только вот эту часть. Затекстовая ссылка на электронный ресурс оформляется по тем же правилам. То есть мы приводим авторов, название, что это за источник. Вот здесь начнутся сейчас столкновения, потому что по ГОС-2008 у нас все равно стоит требование указывать, что это электронный ресурс, тип носителя, в квадратных скобках, а в ГОС-2018 к списку источников этого требования уже нет, начнет спутаниться. Ну и также под порядковым номером у нас идет за текстовой ссылкой описание электронного ресурса. Все то же самое, только так же, как для описания мы это разбирали. Ну вот, только название URL добавляется, и важно про повторные ссылки не забывать. В повторных ссылках у нас вот это все должно быть. Название автора, название электронного ресурса, если будет указано, то можно будет сокращать. Кстати, с того мне относятся только к подстрочным. Так, динамичные, да. Эльвира Алиевна, совершенно верно, ресурсы динамичные сегодня есть, завтра нет. Указывать дату обращения – это хорошо и правильно, но можно указывать еще и дои, да, наш номер дои. Если мы пользуемся электронными статьями, и у них есть присвоенный номер дои, то можно в дополнение к URL или вместо него, да, указывать вот этот номер статьи, тогда уже точно ничего никуда не пропадет, и ссылка будет всегда работать. Про дуи, Вера Алиевна, конечно, дуи можно сейчас очень активно, хорошо нам помогает, да, можно активно использовать, очень хорошая вещь. Про официальный, дату обращения, сокращение официальный сайт. В принципе, почему нет? Можно указывать, но я как-то сторонник больше писать все целиком и полностью. Можно и тот, и другой вариант, но если мы приняли это сокращение, тогда у вас во всех описаниях просто смотрите, чтобы у вас это сокращение было. А фидсайт можно указывать. По, 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 через двоеточие или нет? Смотрите, если это название, да, вот если это заголовок, то, да, тогда через точку пишем. Если этого, если это не указано, да, на главной странице, куда мы зашли, то есть не является заголовком, тогда через двоеточие и с маленькой буквы совершенно верно, как указание, что это, да, это учебник, учебное пособие, то есть характер, да, самого документа, вид документа. Также у нас будет идти официальный сайт. Здесь это было на экране, поэтому через точку. Это как заглавие. Здесь вопрос, это сведения через двоеточие, это сведения, относящиеся к заглавию. Если это так, то тогда с маленькой буквы и через двоеточие, и двоеточие отделяется пробелом, это я отвечаю на вопрос Светланы Николаевны, да. Но если это указано как на титульном экране, который мы открываем на главной странице, указано как заголовок, да, мы можем это использовать как заголовок. Тогда будет идти через точку и, как написано на экране, да, с большой буквы, как не заголовок, а как заглавие, как основное заглавие. Так же, как на титульном листе, когда у нас идёт двойное заглавие в книге, мы указываем через точку. Вот примерно, примерно так. Да, да, как второе заглавие. Как сложное составное заглавие. Ну что ж, коллеги, на посылках мы сегодня вкратце с вами прошлись. Время 13.00, пора завершать наш вебинар на сегодняшний день. Если какие-то вопросы остались, не стесняйтесь, пишите, обращайтесь, будем разбираться, будем рассматривать, может быть, в следующих вебинарах к этим вопросам. Вернёмся. Про Скопус. Гиблиографические ссылки для Скопуса в бонусной части у вас идут. Они здесь есть. Презентацию забирайте. Если по ней будут возникать какие-то вопросы, опять так же, не стесняйтесь, спрашивайте, обращайтесь. Сейчас очень много пошло, кстати, вопросов. Началась публикационная активность от авторов по поводу оформления, по поводу оригинальности текстов. То есть, welcome, пожалуйста. Пожалуйста, приходите с этим, тоже будем разбираться. Ну и что ж, коллеги, желаю вам правильного оформления библиографических ссылок. Сокращайте себе затраты времени, используйте повторные ссылки и сокращайте и упрощайте всё, что только можно и где можно, но в рамках закона и ГОСТов. Ещё желаю вам удачных, успешных публикаций, большого процента оригинальности текстов, высокого хирша. Всем спасибо за внимание. И до следующих встреч передаю слово Павлу Юрьевичу.